с миром я прочитал да ваше сообщение да я тоже надо тут разобраться а как это на сайте в каком месте то они где их нашли но вот который говорит вопросы мне задают они не вы не в рулетке сказать это не по skype нет это у нас на сайте для контактов был выставлен адрес я давно его создал еще может года три назад а я не знаю про это даже так вот я сейчас сам вспомнил зашел а там столько сообщений оказывается ну так давай который буду отвечать а вы выставляете как ролики можно можно давайте так давайте ну да потому что писать я не буду во первых мне тяжело писать и там пишу 10 минут 20 минут выправляю ошибки рука то хватает я работал сколько лет на такой машинке украина а там шире было а здесь уже у меня хватает пальцы 2 сразу клавиши ничего не доходили до того что у вас получалось очень хорошо печатать быстро ну когда я тогда на украине так я не глядя же печатала целые книги я в сумерках заправлял бумагу и я даже не видел а то есть там ошибка не допускает за ошибку то все она остается да не то можно бы можно было т.п. стереть и подправить написать рукой а тут то них и тут выправляет все я и так много отвечают но главное что дают знать наши ресурсы ну и человек когда уже приходит тогда ему объясняю вот я хотел поговорить тут разговор идет в этом то деле я тоже имею участие когда стали прибывать и люди приезжать ну вот у ольга матина она очень хорошая такая спокойная но мне нужен порядок на кухне чтобы никого не было печка дети бегают кипяток ну чё непонятно то у нас беда рядом я сказал чтобы никого не было они придут там что стряпает они стоят жуют а потом за стол сядут и есть не хотят ну и когда приехала уже после ольги там сколько неделя прошла марина я говорю когда ставил сказал это временно ставлю мне никого больше нету а марина на постоянно нас максимом приезжают и я поставил и сказал ты помнишь что нужно дед на кухне чтобы никого не было она буквально это поняла мне как раз это и надо она их оттуда стала выпроваживать ну а кто-то против был и надежда меня вмешалась в это дело но тут я разобрался да какое она право имела она имеет право она поставлена мной на работа эта работа ну и вот будто бы в этом не даже не трудно поверить галина сказала это который я показал там где она вот а что она обязательно приедет с ней разберется здесь будто бы она марина головой и ударила она упала головой ударилась и я бы это знал по моему это уже фантазия марина поехала по-хорошему она делала то что нужно делать ничего на нас дисциплину любит а мне это больше мне ничего не надо порядке рассказал один раз смотри что тереть я там сам прихожу тереть и вот это как-то выйти там на галину эту диана вот и сказать без моего разрешения чтобы она не приезжала она угрожает мне не надо это сказать пока вам я не дам письменное разрешение и вы не отречетесь от своих притязаний на то что это марина дело отсюда на и чтобы не было иначе вас сразу же отсюда отправят встречать никто не будет вы наживете для себя большие неприятности что такое у меня поле битвы какое вот как-то мне неудобно даже выходить на нее я могу выйти на тоже означает я ее потерял она крещение принимала поэтому как-то зайти и так сказать у вас на все талант есть на это и без разрешения не приезжать пока я не выпросить разрешение а я дам разрешение когда она скажет я не обижаюсь опрощенная ни одного слова тем более тогда было это саранюк или кто там наталья но она буйно бесноватая а сейчас пишет вы со мной жестче обращайтесь и мне то на пользу пошло вот тебе на она со своей девочкой была девочка большая уже но она все молчит и она тут начало буйствовать за стол сядет хочу пойду не хочу пойду работать я не работе со приехала я тут не каторгой ну все такое то я сказала зачем тогда нужно мы все одинаковые я с утра до вечера работаю вчера мы тут взвесили может слышал какой рост у меня меда роста оказался не метр семьдесят два метр шестьдесят восемь четыре сантиметра это много а почему позвоночник у меня же три грыжи а когда тяжести большие сверх тяжести насили она раздавила эти прокладки меж позвонками сели ну как могли замерили вчера и какой моего вес примерно 63 килограмма то есть у меня все по нолям идет какой метр шестьдесят восемь а было метр семьдесят два в армию шел когда метр шестьдесят восемь а вес 63 то есть как надо допустим метр семьдесят сто отнимая остается 70 это высшая шкала ниже нельзя не это выше уже нельзя но ниже можно 5 еще 5 и поэтому я отнимаю метр шестьдесят восемь пятерку отнимаю 63 у меня по самой нижней скале ниже нельзя идти весе моя самая не ниже единица а володя этот николай кузьмин то за замерил них у николая кажется 15 что ли кило 13 килограмм лишнего володя тогда откуда тебя володя того да нормально так тоже 7 килограмм оказалось или сколько я вчера и шарик и собаку и кошку всех завесил надежда васильна ничего лишнего нет почти 16 килограмм лишнего а я не верю тогда снова сегодня весы достали а был галин духин владимир он приезжал с детьми и со своим телескопом и подарил вот это ну и второй раз и на весы то же самое и всего я еще не вижу что ли рухли заходишь садишься ты меня хоть раз видел чтобы в храме сидел вот у нас было тут серафима гавриловна и никто не видел поэтому все вес откуда я говорю четыре причины всего четыре первое прозаическое самое обжорство лишнее которое организм не перерабатывает он откладывает как верблюд 2 лень матушка не не расставал работает но не пропотеет я все утром вышел на работе он да потай ну вот пахматом приезжает час это дворцу борцов это тот вы тут у меня такие бойцы и вот как получилось то третья причина это много спанье а то как поезд так но на бок кусочек сала завернуть и самое последнее трудно воспринимаемо это безразличие где бы что не было дела нет а я переживаю применяю к себе я со христом иду вот когда насчитывал жития святых я плакал там слезы льют и я стою и кто слушает у нее передается это потому что я говорю страданиями и поэтому я переживаю за всех и сегодня напомнил об одной учительности когда сбросили на хиросиму нагасаки в америке сочувствовать нельзя было как сейчас попробуй скажи фейком назову да я стропует и тогда такое в америке было и вот одна учительница она детям чуть ли не тайно там говорила как японцы там были сожженные дети она доводила до сознания что мы тоже можем попасть в это сочувствие вот вот это последнее переживание это сильно вес снимает у человек шахматная партия идет до трех пяти килограмм уходит за игру но то не продолжает ни один день это и физически то нет ничего и вот это четвертое безразличие война не война болеют не болеют а я все переживаю себе и потом я ничего нету когда тут бывает кто-то начнет говорить а я встану перед ним гоголем пройдусь покажу покажу как надо но еще посты соблюдаем личного нету добавочного но бывает там ранетку какую сольежда как счета в этой ранетке в яблочке то ничего мы дополнительно я однажды решил детям сделать там ленщи называют ну между обедом и за лежу они уже пирожками кидаться стали все отнял обед сели поели чашки залезали показали дежурному ну вот давай мне как обдумай как на на эту выйдешь объясни ей по-своему скажи я это узнал ничего не надо говорить потому что мне с ней работы тут допустили почему издалека леду едут они и она еще красится и ходит без платка то есть там все пишут я считаю я же каждый день события дня до 50 страниц беру которая разговаривает между собой и поэтому вашего то там мысль создать это очень хорошая и сегодня уже я там скину горы вы посмотрите как какие права так она пишет там я не знаю кто наталья или кто что то я вы знаете значит это не я я только если сбоку спросили то потому что я это не додумался вы все составили мне приписать чужое не надо оно не чужое для меня ну это не моя заслуга мне пишут люди говорят ты выразил то что у меня у нас в уме было это то что созрело уже и только выразить осталось да 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 я приемлю полностью все что и чтобы был совет который решал не так что как вот каких-то поступила там все предупреждение второе там больше материал погиб нам это не надо у нас человек имеет возможность прийти все загладилось и мы о духовном говорим а не то чтобы и вот еще такая мысль когда мы в эти правила введем в тот день объявить амнисию всем кто до этого дом под под замечаниями да вот с новых правил все что было старое со всех все снимается вот это хорошая мысль тоже а такая мысль у нее есть когда вот там три месяца предупреждения потом снимается но мы не можем никого не преследовать еще все по-христиански и чтобы человек мог защищаться по совести все если сам не может кого-то избрал ему объяснил раз другое чтобы тот за него походотайствовал вникая во все дела на так ну вот я конечно вообще не верю про это что говорят что там удалить его и головой что-то об стол это не верится мне тоже я бы это узнал она же рядом была я поставил старшим она должна была сказать что воля хочешь помощницей помогай остальные выйдете а поля за кастрюлю а что делать-то говорит она и оттолкнула тут все объяснимо она не ударила ничего сказали не лезьте главное там марина михайлюк я поставил ее и на кухне опасно людям быть особенно детям дети начинают там играть кипяток у человек учитель всю жизнь учителя работает и здесь накладывает это видать ну не знаю как это гордость или как это называется учительское это а учительское когда позади то учат не христианству там ведь сколько людей это из-за этого детей это погибло у вас же стих есть по поводу учителя который в конце там пришел то в храм сейчас вы видите что все грехи которые есть будут у богом против священства и учителей да я это всегда говорил об этом на занятиях самые беспокоенные профессии по сути они имели доступ до душ людей это очень сложно очень вот у нас есть как его петр яковлевич он всю жизнь там учителя директор школы был всю жизнь это не стукал накладывает это накладывает такое какой-то отпечаток такой советское же время не просто когда-то я про одного читала директор был хороший директор ну там кощегар пьянствовал и он его уволил а тот пришел зарядил ружье или ему выстрел прямо в лицо и глаза выбил все и дальше все описывается как я знаю за это господь взыщет вот если которые там хорошие вопросы такие вопросы мне на форуме задавали тогда у меня было больше времени другого то не было выхода skype не знал я а у меня сейчас вся работа в skype у меня сейчас три человека работают вопросы которые отвечали на форуме они в ордовский файл их делают и потом мы будем на сайт добавлять там очень сильные есть подходили и вот сегодня я наткнулся сейчас не посмотрел какой-то в какой том его каким-то образом сейчас оттуда берут это я знаю наталью усатая я заглянул там такие вопросы там столько всего и можно там просто огромные в ворде давать материалы и все заканчивается стихотворениями материалы просто их нигде таких нету почти самое важное то что я никому никогда не угождал вот сейчас я вам скинул там что китаю отойдет сибирь откуда еще берет вот это может быть и так я вот сколько послушаю его мне нельзя говорить он обо мне такие хорошие давал отзывы как бы меня привлек себе этим и сказать то я не могу человек и так в обиде в какой находится на все что есть ну не по слову божьей то говорит и все говорит говорит а люди то думают что это так и есть ой 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 сколько людей он привел сколько людей там то другое куда привел вы как же какие были такие остались а но я не ходила в церковь а сейчас хоть иногда хожу он мой спаситель такие слова говорят это им нравится почему не было чтобы вот такого боготворения она постала павла а в опасности от своих а чужих на дорогах везде когда он почитает послание колостянам как он и громит за это поклонение ангелам это все время хорошие везде хороший он там привел я считаю ни в одном месте не нашел хоть бы до душу привел вот которая которая сам сняли я знаю там и а скон вот этот махов они сродни все побольше совсем не отмечают а вот говорить надо говорить а куда это душа навеки уходит не туда она не богу служит а тебе вот это как вот это сказать где те и двое то я ему там сказал а это мы я отдельно приезжала здесь а сказала больше нет мне неудобно ну относительно соглашения что это не по-божье самая настоящая симония обман но я сказал об этом в присутствии вот так да там на сайте война в youtube канале там уже выложено там же николай астахов сделал нарезку из этого видео из вашей беседы такую нарезку сделал но она за минуту можно примерно понять что вы ему говорили на этот можно сейчас допустим взять все как вопросов вы задаете и каждому вопросы и те которые ну чтобы ролик получился там минут на 25-30 и можем всем это давать тогда будет потому что вопрос заданный мне вот касается может других людей да да давайте давайте так сделаем давайте я согласен сегодня какие что вы думаете делать впереди то впереди ночью сейчас тут почти три часа в пять через два часа 20 минут у нас будет богослужения вечерняя батюшка здесь два часа накидывая там уже темняется еще есть полтора часа примерно но сейчас до 34 полтора часа почти какие новости по сосредствиям никаких пока нету она приезжала на трассе встретились мы выехали тут 16 километров до трассы где соль и какие-то надписи надо было сделать подписи и отдали прокурору теперь а прокурор я даже даже не понимаю что это недоверие или что или он что-то лучше знает когда она исследовала она была несколько раз потеряет их исследователь анастасия михайловна не не знаю молимся они боятся друг друга я не знаю что они могут еще взять нас главное машина вернули это главное мои все вот стоит у меня на столе и архивные вернули а николай уже второй день пошел отсюда километров 18 поля пшеничные у игоря и он отвозит нам а на машине у него права есть а некоторых у нас права есть на легковые машина на грузовой нельзя а раз они за нами следят это чужой рядом здесь под боком доик и думе я нин ясно дело что они этим воспользуются и поэтому игорь там нанимает кого-то но так то у нас все славу божию на дуэк и думеянин я смотрел посмотрел полностью проповедь из библии в руках прочитал ее тоже хорошо что напомнили это ужасно и вот он такой под боком мы что-нибудь делаем все время только оглядывайся дома или нет это напряжение и все падает на него он не понимает у меня у меня кличка чужой чужой с большой буквы я уж все не боюсь говорить даже при том это соответствует на сто процентов сказанному как он герман стерлигов барыга и дети растут барыги пишут лиц это на него выступает это точно так же из наших никого не было а этот был уже где можно взять деньги не работая а герман то сказал нас начинают надо делать но для того чтобы начинать хотя бы миллион долларов надо украсть сначала вот раньше когда был александр дмуха да с чего вот это все начиналось у него ведь он был в принципе одаренный вот по проповеди да он даже фехтовальщик был фехтовал там как это мушкетеры и всегда настоять на своем а тут то никак не получается я даже молчком меня они не видят но они ничего не могут сделать ну допустим конгресс интеллигенции очень важный такой конгресс был со всего со всей страны приезжали лауреат нобелевская премия жары салферов но и другое то мы сказали нашей религиозной организации крестовозвижской общины кого-то избрать у кого избрать когда в университете где я вел занятия меня там знают и профессора и все и здесь а он у меня как раз дома был саша то мы все сразу подняли руки меня избрать а почему не меня вот представь себе говорить такое а я хочу ну давайте пусть переголосует пойдешь что счет и пойдешь будешь говорить свое я свое я если не отброшено там еще не будет одно гнилью но если я лежит на кровати меня лег так это развалился ноги-то на полу и ну и так такое дело только себе а потом дальше то уже все это пошло он глушкова жили вот игорь глушков вот рядом которые тут и он к ним заезжал в корженый а его посылали по другим деревням платили ему за этому и он то лежит как-то и говорит как бы мне вырваться из подчинения ему а я-то потом узнал от жены игорю это дело а я-то ничего не знаю он говорит я хочу отдельно вести занятия отдельно я в университетах веду он где-то решил я обрадовался я ему целую тачку отвез разной литературы а у него другое со всякого куда ты будешь их приводить ну видно будет то ли другую общину решил создавать то ли еще у него все рушится а потом узнали что он тут ходит к одной муж здесь муж идет на службу а он какое-то время к ней а так как она не торговали чем-то в городе то у него в городе там мать отец ну и видимо там договаривались здесь встретиться и все обнаружилось это и все это обнаружилось ну а дальше уже он потерял всякий стыд совесть и все он достоин смерти по закону ветхого завета и по мусульманскому ну а дальше он уже не его нельзя было остановить он такое вот дело и уже дальше всякую пакость ролики составляет там еще только не говорит это страха никакого нету из-за него молитву вообще нету я начинаю молиться рот закрывается смертный грех сделал нету молитва вообще нету за германа стерео за ним взорова у меня молитва каждый день идет за него нету вот даже составитель чатру летки андрей терновский я молюсь за него каждый день вот харольский симон по горам вроде там поет песни там он моих молитвах ежедневно и никакого труда нету и написали ему не отвечает и но неважно дело то я вижу что там люди без платков там они девушки поют а молитва за него свободно идет люди не понимают а то как так ну никак вот у меня за осипова молитвы нету пытаясь сколько раз осипов профессор который за дворки на нету нету я поминаю иногда помянул просто одна силу и сам себя имя произнесла ничего нет чувствуешь это пустое а когда за кого-то молишься и проходит время человек говорит у меня было так а вот так само времени как вас попросила молиться конечно от рада начинать молиться благодарения а это нет настолько чужие люди а вот этот который тут доик то за это молимся каждый день я сейчас так говорю господи переносимое все сейчас убери его а там еще хуже будет вот весной когда коров выгоняют они сразу начинают бодаться какая будет главная теперь домой идет или из дома она первая идет шатается так она всех победила вот вот такое обязательно будете у меня тот сестра посла и говорит вот это вот такого-то ну до того корова противная кто-нибудь бы купил хоть ее и вдруг хозяин продает ее на ее место завтра стала корова в два раза хуже прям завтра сразу видите как полезно с детства с животными работать ты с детства знаешь что вот эти все повадки они животные а я не знал я вот раньше думал я спортом занимался я не знал я потом вырос и понял что это у всех животных есть а я думаю это человеческое все нет это буквально буквально они бьются а которая в природе где-то вот когда начинается случка там яки там львы особенно бараны вот это горные козлы когда от у нее начинается течка запах дает что ей надо в это время плодотвориться осеменится и они между собой бьются олени а бывают олени-то рогат из как-то в друг друга войду там назад никак а это подошел лев они они оба упали и не встать не могут от мяса вот так и дьявол да вот надо просто смотреть внимательно вот чего не началось так конкретно показать с этого не как как-то шли мы с ним я ну где крещение у нас от холодная вода я говорю сейчас тут к одной он хотел ближе быть я говорит вот она бы сказала давай сейчас переплыве это от осенью ты полез бы да никогда как любишь и никогда я бы за секунду разделся и переплыл чтобы расположить даже разговоры не это это же не смертельно это не океан переплывать кого тут переплывать то 100 метров нету то есть это гордость какая-то скрывается постоянно вот такое дело бывает человек так вообще необдуманных с ним один тут был он поселился а у него отец подполковник попытался здесь таким вражиной сделался везде все стучит по прокуратуру там то мы образовали такое то у нас я вот их а там военная форма они из подвласти государства уходят но всякую гадость а я встретился его рифорд фамилия юрий николаевич мамонтовский прокурор тогда был еще ж мир то не принимать сумасшедший чем там говорит а когда тут проводили столбы около линии деревянная на бетонными меняли ну и старые то столбы они могут куда-то деть они продавали ну и покупали наши и с ними разговаривались я это сказал как вот тут живет с вами и докладывать его да ну как вы только дайте знать моего к утру утопим горит болоте и все скажем упал то ли щеченцы тут были ли кто работали на линии я говорю нет зачем нам а то целая история везде господь везде победитель вот сейчас скажи этого убери до и кота на его место двое вылезут я продуманаха считал на острове было 13 человек их из-за него были 7 а против 6 но он видимо 14 был но не выдержал на следующий остров переплыл а теперь там против его семеро заняты к 6 так что я благодарю за это переносимо сегодня ночью он не пришел гадости никакие не успел сделать ну вот и днем я хожу и не видно не и лезла я наверх по лестнице голубям нигде не видно что залег стреляет или что-то ничего этого нету а другой будет такой вот остальное то рисунки там и проще это так шушера мелкая главное у нас дело дело они нашему не мешают и вот это что там подали и там было мы сколько с главой администрации познакомился ближе но и так то снова узнали адвокат появился который давно как ваши ресурсы смотрю мы ничего не потеряли абсолютно наоборот даже еще больше приобрели а что никого не было все желающие жить благочестиво будут гонимы написано у нас сходится обратно брата сходятся ну-ка давай вопрос это маленькая шелухни давай сейчас попробую вот и сейчас посмотрим может быть оторвать вот это что разговариваем то так я оторвал все я так сейчас я скажу как его зовут зовут олег имя лицу страдаю бессонницей что делать что делать страдаю бессонницей не ложись спать работой больше ничего не надо бессонницей уснешь 2 2 2 раза только сделать две ночи не спи днем и ты будешь на ходу спать это очень просто все от бессонницы ничего не надо принимать кроме того что желание трудиться поте лица и сразу вот если ты вставал там в 9 то теперь чтобы в 4 40 ну и работать физическое что была работа кроме того что ты начальник мы все слышали профессор пилипенко портотерапия он лечит пьяниц там наркоманов приходят ему со своей простыней и показывает аргументы и факты какие у него прутья и сколько и один мужик говорит многие плачут говорит не подумайте что от боли от того сколько же потерял и что интересно когда наказывает плетью розга бьет женщина для мужчины больше пользы чем от мужика и у мужиков и так же противоположный пол чтобы драл его а это горка терапия было еще там в четырнадцатом веке в германии царская порода их учили излишне сто процентов один директор я был но тот фильм не никита михалкова 12 он как она его приобрела женщина под окном у этом бомж а был какой все потерял а потом встал пишет наталья фролова пишет игнатий технич приезжайте с надеждой васильной в нефтегорск улица школьная такой-то адрес телефон оставляет берите берите всех кого считаете нужным а зачем еще не поеду куда не поеду скажи если вы хотите тогда познакомимся ближе может быть дадим разрешение может быть все что по книгам я елене выдачу переговора да 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 адрес все давайте чтобы сошлись и сначала деньги высылает квиток и когда деньги пар придет получит тогда она отошлет я все рассказал а вот наталья фролова она же пишет благослови господи вас супругу и ваших близких получила ваши книги низкий поклон за ваш труд игнатий технич и видео разводе вы сказали фразу краснодарский край там в первую очередь поджигать будут сейчас ираны россии оттуда хуйнут приехал краснодарский край в мае в марте 2022 от безвыходной ситуации 5 лет гнал муж из дома добился родился родилась шестьдесят седьмом году в третьем зачатливском переулке на деревянный дом был в москве вы сильный молитвенник перед богом помолитесь пожалуйста гнати технич есть ли есть воля божия мне здесь жить краснодарском крае здесь 8 кошек ежики и еноты это преданному приданное к дому а ночью сегодня шакалывали на рынке в субботу в городе обшенске котят раздаю игрушки связанные с связанные своими руками подать продаю там же попутно ваши визитки даю людям не всем подряд с уважением наталья фролова нефтегорск вот тебя возьми вот интересно да вот она вспомнила что вы сказали что начнется поджигать начнут краснодарском крае и она в марте 2022 туда переехала именно тогда началась вот эта спецоперация и тоже близко это же краснодарский край там недалеко это там сергей было парализованный козлов так вот марина пишет доброго благословения дня игнати технич меня зовут марина узнал о вас буквально на днях но есть ощущение что слышал раньше господь ведет меня по пути апостольскому но веры понимаю понимаю что достаточно и нет а последнее время появилось чувство что куда-то надо расти что что-то в себе с божьей помощью взращивать но по отсутствию опыта достаточно не совсем понимаю что и как прошу ваших молитв и себе и о моих сродниках семья распалась и моя родительская сын вадим господь открыл что есть талант к священству но наследственность плохая и я мать в этом смысле никудышная если возможно прошу разрешите мои недоумения помолитесь о нас спаси господи марина спаси господь марина москва слава богу марина господь найдет так дальше тут всякие предложения а вот опять наталья фролова до этого написала мир вам игнати технич я не знаю недавно узнал о вас многое вам лето здесь нефтегорске бабушка на моей улице живет единосто два а выгнать и технич еще молодой еще очень вас прошу если вам если вам можно помочь напишите через беркасу ваш персонский можно выслать это от чистого сердца с уважением наталья фролова я на нее отдельно выйду и приглашу ее нас к нам на занятия на занятия скажи я не все каждому отвечаю я не в чем не нуждаюсь если хотите поучаствовать в издании книг но копите а потом видно будет алена ей уже отправила елена гладачук 38 книг отправила уже у нее они 38 вот я тут вижу фотографии нет она в письме написала что ждет 38 книг ждет 37 ну да а потом мы читали что уже пришли книги так добрый день гнати технич денис шкилев пишет в одном из видео услышал от вас очень важную для меня мысль о причастии она меня очень давно очень глубоко мучает много скорби у меня по этому поводу было иногда и до слез меня ни разу не отстранили от причастия хотя я каюсь в тяжком грехе немного предыстории слышал и не раз всю библию слушал моя любимая часть писания это первое послание коринфянам святого апостола павла читать времени нет поэтому я слушаю аудиокниги так вот раз 50 если не больше слушал и наслушаться не могу там говорится о моем самым въевшимся грехе который не могу никак побороть среди прочего сказано малаки и царство божие не наследует я женат считаю эту блудом и тяжким грехом я так понимаю он подразумевает под малаки подразумевает рукоблудие он подразумевает а при чем тут такое но это в патриархии почти все так считают да как это малахи это пророк малахи это нет малахи это тот на ком садомит творит грех да 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 но они тут все считают я почти никого в патриархии не встречал чтобы они думали что это вот они думают что это рукоблудие ну а говорят там вот это мошелоимство она говорит я виновна как но в санэпидемстанции работала мы мышей травили там а мошелоимство это корыстолюбие но и без причастия говорить не могу вот я заметил вот этот грех рукоблудие и причастие часто и недостойно оно прям как в слипке почти все в этом патриархии погибают и из молодых особенно их батюшки туда загоняют и все потому что отдельного канона какого-то нет видимо мое бытие образ мысли поведение неразрывно связаны с богом все свои действия пытаясь согласовывать с писанием естественно не святое много грехов но не столь тяжких и обо всех помню и этот грех как шурупом ввернут без освобождения от этого греха невозможно идти дальше имею страх божий многое другое о чем и сейчас не стоит говорить но также помню слова христа о том что к нездоровым я пришел а к больным насколько я сильно грешу подходя к чаше с грехом рукоблудия он подходит чаши вот насколько сильно я грешу будет вопрос еще вопрос неизвестно криченый вообще он да это конечно только страх божий больше ничем нельзя объяснить каким образом избавиться страх божий есть если господь поможет а если нет то ничего не даст а вот там там ну ясно дело в освенцами этими занимались ревенбрики и другие все тогда еще есть один вопрос до до это евгений пишет некий евгений да меня зовут евгений доброе время суток прошу вас вашего суждения недавно прочитал книгу в евангелии матфея 18 глава 23 по 35 стих царство небесное подобно царю который захотел сосчитаться с рабами своими когда начало считаться приведем к нему был некто который должен был ему 10 тысяч талантов весь серебра а так как он не имел чем заплатить то государство приказал продать его ну вот эта вся притча да я все не буду зачитывать и гнатекович вы ее так знаете хорошо ну ладно вот и он пишет заинтересовал фрагмент и разгневавшись государь отдал его истязателям пока не отдаст ему всего долга и пишут спрашивает вопрос получается что если душа грешна она попадает в руки истязателей то есть в ад но пребывать там будет пока не отдаст своего долга значит ли это что все души в конечном итоге спасутся просто пути будут разные светлые души попадут к водцу сразу они светлые через ад но в конечном итоге все они так или иначе попадут к богу так как бог это любовь возможно есть план спасения грешных душ что скажете по этому вопросу ну вот оригена то за это и осуждают такое было но тот брал главный вопрос оба все во всем будет бог этот вопрос трогать не надо он настолько далек и настолько близок и ни в сторону ни шагу нельзя шагнуть что именно имеете ввиду вот конкретно кому это нужно в день 2 миллиард лет но конец все равно должен быть нет не будет а когда для чего это все казни для исправления то есть за этим стоит много что и поэтому сегодня эту тему трогать никак нельзя написано все просчитала тут не надо не толковать ее не сглаживать что-то да не отдаст последнее то есть то что должен то есть во всем полное раскаяние да коли не отдаст а когда муки начинается уже на земле случилась беда какая-то с человеком а он даже и не думал об этом сдал назад машину а соседский ребенок играл в это время под колесом а колесо то 2 колеса вместе когда и между ними то пространство и дальше еще было поэтому такие вопросы которые на земле никак не объяснить а толкование существует несколько даже откровение есть семитолковый апокалипсис семь разных толкований и церковь ни одно не отбрасывает он говорит аз же мню так то есть я же думаю так церковь говорит так и перечисляет а какой не знаем мы знаем только что вот это сходится с толкование должно толковать с описанием истязать когда господь будет на суде божием или сегодня речь идет о сегодняшнем состоянии вот сегодня чтобы молитва была услышана должно быть примирение если человек желает просит до семи же семи раз а этот он семьдесят и на семь раз пака сделает как его прощать и которые сорок киллеров заклялись не пить не есть убить павла разве павел их прощал нигде этого не видно но нужно научиться благодарить бога за то что есть так вот я вот пока написано доколе не отдаст и толкователи говорят что это а уже в аду то отдать ты не можешь ничего и поэтому почему почему не имею тогда бы не было сказано все что у тебя есть погашение долга в первую очередь перед кем перед владыкой а кто истязатели иные понимают ангелы а другие понимают демоны понимаешь даже кто истязатели что тебе дьявол дал ты отдай ему долг его чему тебя научил а вот то 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 как убивать как ударить вот и отдай ему это назад бери я больше этим не пользуюсь и все тут вопросы небольшие только ставь и увидишь как диапазон расширяется а то или другое главное речь идет о спасении не быть должным а может быть не быть нельзя мы должны богу что родились мы должны богу что зачались мы благодарны ему за то что нас так он сотворил дал такие органы которыми мы используемся неправильно вот это все вместе когда возьмешь и уже ничего не остается кроме аллилуйя аллилуйя слава тебе боже какие разговоры то я должен да должен но перед кем истязатель почему не во множественном числе перед кем то и несколько это вовсе объединяющий момент перед кем то перед человеком или а действительно ему или награды которые дал мне за хорошую работу дьявол и теперь отрабатывать я должен то есть смотри сколько наворачивается поэтому еще нет мы обходим это и начинает толковать и теперь намертво спорит тот как сейчас наши там сестры там не поделят кому на каком месте нет и все я благодарю бога меня больше взять нечего а было ли такое все было главное было 15 мужиков и ни одного вообще ни конфликта ничего вообще не было все ровно прошло да ну три женщины и пошел конфликт давай скорее выставляю под расписку правила правила я уже всем кому отправил вот из тех которые вы сказали кроме татьяны капусты ей не отправляется не знаю почему все согласны все амин сказали мы этого так долго ждали да ну вот последний вариант который я скинул я там добавил еще не только из я видел ну вы видели там сколько добавок из писаний кое-где там орфографию подправил ну все ладно тогда ну все игнотик у вас когда занятия то когда в семинарии начнутся у меня в понедельник будет один целый день установочная сессия а уже наверное там в декабре или где-то ближе к январю первая сессия а вот в понедельник я пойду целый день там что-то объяснять будут показывать что-то такое там ну вот это так это пройдет тут еще можно ну а дальше то думай как где когда служба идет чтобы ты не стоял где-то в коридоре а будь ближе запоминай без этого у нас никак нельзя ты должен это знать просто совершенно не задумай чтобы выполнять нужное ну я сейчас смотрю да это заучивать это все начну смотреть и все там студентом семинаристы называются ничего пока не говорить ничего пришел повторяя про себя что бог дает тебе как запомнить как правильно сделать как развернуться какие слова говорить будь очень внимателен потому что если они уже знают что они могут по старым моим материалам захватить не торопись обмечать никогда спокойно как богу угодно ну что все отхожу да все спасибо хрису благослов аллилуйя спасибо спасибо